Но если не устали... Над ним работал целый коллектив авторов. И я очень хотел бы, чтобы присутствующие здесь любители походить по юмористическому интернету не сливали мои шутки в интернет. Друзья мои, пожалуйста, не делайте этого, потому что особенно бестолковый словарь очень просто, так сказать, туда перекачать. Но получится жуткая несправедливость. Что получается? Предположим, вы без задней мысли помещаете шутку в интернете, и она сразу становится ничейной. Сразу. Любой артист может ее взять и, скажем, через месяц исполнить по телевидению. И что получится? Я-то это исполню, скажем, через два года. Получится, что я у него эту шутку взял. А я никогда не был вторым. Я всегда был первым. Более того, я вам скажу, где-то 50% артистов советской эстрады кормились моими репертуаром. И я очень им благодарен. Они меня двигали вперед все время, потому что я только что что-то выпущу, они через полгода это сделают. У меня уже надо новое, новое, новое. Я шел вперед и вперед. Вот поэтому, пожалуйста, совершенно новый бестолковый словарь, пожалуйста, пусть он останется в концертном зале здесь. Начнем с бестолкового кроссфорда. Сначала расшифровка, потом слово. Вскипяченый аквариум. Уха. Преступное сообщество в бане. Шайка. Человек, спящий на кровати. Пододеяльник. Единственный петух в стае кур. Окурок. Место встречи бывших баранов. Шашлычные. Узкие бедра. Тазик. Курочка, переболевшая в детстве оспой. Ряба. Утконос на зарплате. Санитар. Санитар. Дом на Тверской, где собираются публичные люди. Дума. Девушки легкого поведения, стоящие вдоль дороги. Охотный ряд. Напиток завтрашнего дня. Рассол. Человек, который точно знает, чего он хочет. Алкоголик. Долгосрочное спальное место. Мавзолей. Что хотел сказать поэт этой строчкой. Это вот следующая вариация. Золотая цепь на дубе Тома. Точный портрет нового русского. Любовь еще быть может. Заключение сексопатолога. Цветы запоздалые. Букет от мужа 9 марта. Следующая вариация. Построена на игре ассоциаций. Неженатый начальник. Холостой патрон. Язык до Киева доведет. Мемуары Черномырдина. Колготки поехали. Женщина за рулем. Око за око. Сильное косоглазие такое. Смог. Наконец-то получилось. Одна лошадиная сила. Это жена с полными сумками. Лежбище для котиков. Мужской пляж. Челобитная. Тугая дверь при входе в метро. Не охнуть, не вздохнуть. Теща за стеной подслушивает. Сороконожка. Женская ножка сорокового размера. Тютелька в тютельку. Запорожец врезался в акул. Столкновение запорожеца с мерседесом. Встреча с прекрасным. Невыносимые условия работы. Ничего нельзя вынести. Партии новых чайников. Выпускники автошколы. И мое любимое. Не щадя живота своего. Наши туристы у шведского стола. Следующая вариация. Наиболее трудная для восприятия. Для того, чтобы дойти до второго смысла. То есть до смешного. Нужно раздвинуть слово на слоге. Причем это сделать должны вы. Потому что если я это сделал. Это будет не так эффектно. Вы должны раздвинуть. Догадаться. И от того, что догадались. Получить удовольствие. Вот такой многообразный процесс. За долю секунды. Раздвинуть. Ударить один раз. Утварь. Уни хороший человек. Вокал. Даже переводить не буду. Титти-мити. Все лучшее мити. Видно, как в разное время люди это делают. Папуаз. Практолог высшей категории. Располнившая топ-модель. Топотушка. Жизнь мужа с женой до первой измены. Дорога. Крик мужа в бане. Дуралей. Новые колготки. Нирвана. Вот это я сразу раздвину сам. Для того, чтобы вы на первом смысле не топтались. Потому как он не очень приличный. Неточная передача мяча в футболе. Паскуда. Самоконтроль во время выпивки. Бух учет. Акратичная пустышка для ребенка. Соскабливать. Нашли вы это слово все-таки. Оно было далеко спрятано. Неопрятный полицейский. Копчушка. Двойняшки Гита и Зита. Паразит. Кавказец продавец объясняет русскому покупателю, что в пакетах не сахарный песок. Тасол. Следующая вариация. Это тоже расшифровки, но это несколько другого рода. Я вот их уже читаю годик, наверное. Они уже все в интернете. Раньше я не обращался к зрителям с такой просьбой. Мозг. Это такой орган, с помощью которого мы думаем, что мы дубы. Дипломат. Это мужчина, способный убедить свою жену, что шуба ее полнит. Ужин при свечах. Это романтическое лечение геморроя. Настоящий секс. Это такой секс, после которого даже соседи выходят курить. Любовь. Это пуля со смещенным центром, которая попадает в сердце, выворачивает карманы и выходит боком. Кстати, это самый старый пример бестолкового словаря. Я его нашел недавно в своих старых тетрадках. Вы не поверите, если я скажу, когда я произносил эту шутку впервые. В 59-м году. Можете себе представить? В 62-го года я на профессиональной сцене. А так-то еще раньше. Не поверите, с 57-го. Что вы, я еще Хрущева помню. Да, я перед ним выступал. А вот перед Брежневым я выступал много. Если собрать аплодисменты Брежнева лично мне, получится вкупе. На каждом концерте он по 5 секунд, по 7 аплодировал, наверное. Значит, получится, что он мне аплодировал, ну, наверное, минут 5 лично. А Андропов, знаете, был моим поклонником. Когда он присутствовал на концерте, то обязательно после присылал человека с благодарственными словами. Очень великатно это было. Что понравилось, что особенно понравилось. Желал удачи и всего того, что нужно пожелать, если хорошо относишься. А когда он стал генеральным в 82-м году, сразу 2-го декабря отмечали 60-летие Советского Союза. И он попросил, чтобы Петросян выступал в концерте. Переломали мне гастроли в Ленинграде. У меня там были сольные концерты. Я расстроенный приехал в Москву, потому что я не люблю, когда концерты отменяются. Для меня это, ну, как нож в горло, потому что обижать зрителей для меня самый большой актерский грех. В общем, привезли во дворец съезда, выпустили на сцену, и я растерялся. В первом ряду сидело все Политбюро. Впервые. Причем через каждого. Фидель Кастро, Эрик Хенекер. Ну, весь социалистический лагерь. А я же не привык их здесь видеть. Я привык, потому что они в ложе там далеко, в темноте. А здесь еще 5 ноября, совсем недавно, значит, 2 декабря, 5 ноября я выступал на последнем концерте перед Брежневым. Он там сидел. 5-го я выступал, а 10-го он умер. Не, я не виноват. Кстати, Брежнев очень забавно смеялся, могу показать. Он делал так. Физзарядку он делал. Так-то я его не видел, а вот в других городах или в санатории, вот так вот я видел. А вот здесь они все сидят. Я взял себя в руки и начал читать. Первая фраза такая. У вас как на работе? Все нормально? Вот Громыко здесь сидел, он аж подпрыгнул. Я думаю, что это с ним? Может, у него действительно на работе ненормально как-то? Да, думаю, сейчас неприятности начнутся. Потом посмотрел на Андропова, он здесь сидел, а он сидел так. Ну, думаю, нормально, все хорошо, шеф доволен. Знаете, эти праздничные концерты, они ничего актеру не давали, кроме какого-то испытания. Если ты понравишься, ну, какой-то младший сотрудник тебе скажет спасибо, иди домой, все нормально. Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания, ни тебе гонорар, ничего, будь здоров. А вот если не понравишься, могут лишить профессии, это всякое может быть. Поэтому я очень присматривался. Я нервничал, потому что для меня лишиться профессии, это значит лишиться жизни, можно сказать. Я смотрю, он доволен. И начал я читать монолог про то, как люди бездельничают на работе. До сих пор не могу понять, кто его тогда надоумил. Ловить людей в рабочее время по баням и ресторанам. Ну, видит Бог, я не виноват, я не специально. Ну, наверное, я отвлекся, это, наверное, не интересно вам, а? Интересно. Интересно, да? Надо будет как-нибудь программу целую сделать. Одни мои оговорки чего стоят. Ну, вот одну могу рассказать. Где-то в конце 60-х я читал монолог про Москву. И там, значит, там был такой эпизод. Гость столицы, иностранец, спрашивает... Спасибо большое. Спасибо. Гость столицы спрашивает таксиста, почему памятник Дзержинскому стоит рядом с детским миром и КГБ одновременно? Таксист отвечает, потому что Дзержинский очень любил детей и ненавидел врагов советской власти. Вот поэтому одновременно. Не Бог весь, какая шутка, я ее говорил, зритель слабо смеялся и все такое прочее. Большой монолог был. И вот я выступаю в Генштабе, тоже перед 7 ноября. Весь зал блестит погонами и орденами. Генералы сидят. Я читаю монолог и оговариваюсь, но я не замечаю, что я оговариваюсь. Я говорю, потому что Феликс Эдмонович очень любил детей и ненавидел советскую власть. Зал сильно засмеялся. А я не заметил этого, что я оговорился. И, значит, иду дальше. Думаю, какая хорошая публика. Хорошо смеется. Потом вдруг мысль, советская власть, советская власть, что-то не то, что-то не то. Зашел за кулисы, а там Нина Григорьевна у строительницы стоит вся белая. У нее платье белое и лицо белое. Нина Григорьевна, говорю, это что-то не то? Я сказал, да. Она говорит, еще. Но я не люблю, когда люди страдают из-за меня. И я говорю, я сейчас выйду и извинюсь. Не беспокойтесь. Я вышел, лучше бы я не выходил. Мне же надо, чтобы смешно было. А я начал извиняться. Я говорю, извините, пожалуйста. Я оговорился, я сказал, что Дзержинский ненавидел советскую власть. Это неправда. Он любил советскую власть. Он и детей любил. Он просто ненавидел их родителей. Все было. Но пронесло. Так что продолжим. Я имею возможность продолжить сегодня. Потому что тогда обошлось. Пальцы ног. Это такие маленькие инструменты для отыскивания тапочек в темноте. Кактус. Это глубоко разочарованный в жизни огурец. Властелин колец. Это хозяин автомобиля Ауди. Неудачные свидания. Когда приносишь женщине один букет, а уносишь другой. Я понятия не имею, о чем речь. Слава тебе, Господи. Лицемерие. Когда говоришь, что покупаешь ливерную колбасу для собаки, а сам при этом облизываешься. Филькина грамота. Киркоров учит журналистку правильно говорить по-русски. Киркоров. Это филейная часть Пугачевой. Первый признак беременности. Это когда по утрам тошнит, а уроки делать не хочется. Ну что ж, я убедился. С ассоциациями у вас все в порядке. Спасибо. Спасибо.